Каждому из нас приходится жить по определенному распорядку. В основном все крутится вокруг рабочих графиков, ведь именно от них зависит расписание дня. Большинство людей организовывает день, не обращая внимания на свои природные биоритмы. А это часто приводит к переутомлению или эмоциональному выгоранию. Какой график можно считать идеальным и как его составить? У нас на связи психолог, психотерапевт Наталья Толстая. Наташа, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Привет, привет. Но понятно, что все люди разные и все в идеале хотят и поработать, успеть и отдохнуть. Так как же выстраивать свой рабочий график в идеале? Так получается, что психотерапевты всей планеты разделили людей на жаворонков и сов. Это как раз совершенно разный психотип людей, у которых творчество и рабочие силы совершенно в разное время. Вот, например, совы работают по ночам. Это люди творческие, поэты, писатели, композиторы. Они могут работать круглосуточно, пока у них есть творческий порыв. Но начинают они чаще всего по ночам и работают, пока не упадут. Потом у них очень длительный отдых, и они ждут, пока придет муза. Ну, основная масса людей. Левополушарные, точные, правильные. И они просыпаются по тому графику, который им дает их рабочий день. Чаще всего это люди встают где-то полседьмого и укладываются спать 23 часа. Жаворонки ночью работать не смогут, да? Жаворонки засыпают. Им нужно очень много разных препаратов, которые их будут держать в тонусе. Иногда люди пьют кофе, энергетики. Они таким образом губят свой организм, и это совершенно не нужно. Ну, если нужно сдать сессию или написать какой-то большой отчет, они готовятся к этому, собираются силами, делают. Но это, скорее, точечный вариант, а не ежедневный. А как неправильный график может привести к эмоциональному выгоранию? Дело в том, что для людей, предпочитающих ложиться около полпятого утра, им самое лучшее просыпаться в 10. Но так как на работу нужно идти к 8 или к 9, они просыпаются через силу. У многих стоят будильники через 15 минут. Они специально заставляют себя усилием воли просыпаться, вводят это все в рефлекс. Они идут как зомби. И вот именно в этот самый момент, для того, чтобы не было нервного срыва, нужно каждому находить что-то положительное в этом дне, строить планы, считать шаги, когда вы идете на транспорт или уже подходите к работе. То есть в этот самый момент нужно правильно и грамотно себя настраивать. Самый оптимальный вариант и для сов, и для жаворонок – это с 11 до 14 часов дня. Но когда мы ходим в офис, нас никто не спрашивает, не интересуется жаворонок ты или сова. И здесь есть определенный рабочий режим, рабочий график. Как тут распределять свои силы? Вы человек – существо самовосстанавливающее. И у нас каждый орган работает в определенное время. И самый тонус у нас тоже бывает в определенное время. Брать с собой еду для того, чтобы ровно в час делать себе перерыв. У многих актеров даже в райдере написано, что у меня час на принятие пищи или сон. Это совершенно правильно делают актеры, потому что у них ненормированный рабочий день. Но даже наш рабочий день, он все равно довольно длителен. И если мы именно в перерыв грамотно отдохнем, то мы потом благотворнее работаем. Выпить горячий напиток. На всех советских работах раньше был перерыв на чай. И даже очень много научных работ написано на эту тему. То есть все люди вставали, делали производственную гимнастику и пили горячий чай. Его заваривали. Это и коммуникации, и наладить общение с коллективом, узнать, как у кого дела. А не просто шукаться в разных местах с коллегами, теряя рабочее время. Наталья, с понедельника 30% сотрудников москвичей вновь перешли на удаленку. Скажите, как правильно распределить нагрузку дома, работая, чтобы не выгорать, не уставать? Я предлагаю промониторить свой собственный режим дня и понять, когда вы работаете лучше всего, когда плодотворнее, когда больше всего сделано и качественнее, главное. Сделать себе очень удобное время, место, удобную линейку, ручечку, как в школе, когда мы готовились сделать домашнее здание, мы себе обставляли место. Правильно поставленный свет. И тоже иногда выставлять будильник. И прям усилием воли, понимая, что с 11 до часа я работаю лучше всего, усаживать себя усилием воли или попросить близких, чтобы они говорили, так, твое время работать. Иногда во время отдыха нужно позволить себе поспать лишние полтора часа, потому что мы все равно тратили бы их на транспорт. И очень важный режим питания по-прежнему дому. Не работая, не принимать пищу, а усилием воли вставать и идти в другое место, кушать со всеми. А как промониторить себя и узнать, какие часы у тебя наиболее такие эффективные? Взять белый листик и несколько дней наблюдать за собой. Сесть в 8 утра, сесть в 10, сесть в 11, понять, когда было легче, когда было проще, когда меньше телефонных звонков, когда не отвлекают детки, потому что они же тоже теперь дома. Поставить сигнальную систему, значки какие-то. Я сейчас, Наталья Владимировна, повесить какую-то шляпу на ручку, что в эту секунду меня беспокоить не нужно. Можно свистеть в свисток, когда отвлекают. Это здорово помогает и тоже мобилизует. И еще очень неплохо одевать одежду, не ту, которая ты ходила дома. Не садиться в майке и в тренингах, а прям реально платиться и в нем работать. Рабочее место лучше вынести на отдельную территорию. Оно пригодится не только вам, но и вашему супругу и детям. Просто нужно на него тоже поставить очередь. Но когда мы сидим с прямой спиной в платье приличном, а не в растянутой майке, мы автоматически включаемся в режим работы. Так устроен человек. Он тоже немножко автомат. Ну что ж, спасибо большое за этот интересный разговор. Отличного дня и хорошего настроения. Всем любви и добра. Пока. Пока.